Добро пожаловать в Дурное влияние! На этой неделе мы рассмотрим то, чего вы все так долго ждали в Sonic 2. Сможет ли оно оправдать ажиотаж? Я Зерайт, и я буду вести репортажи из Америки обо всех последних играх, оборудовании и новостях. И мы будем проверять скрытые затраты на карманы и карты. Сколько вы платите за игру? Эта машина обошлась мне примерно в 100 фунтов, картридж для игры на ней в 25, а батарейки для их работы еще примерно в 4 фунта. Теперь я рассчитываю получить годы удовольствия как от машины, так и от картриджа. Но как насчет батареек, как долго их хватит? Сегодня утром мы начали тест батареи на плохое влияние. Для теста мы используем мышь Game Boy, рысь и игровое снаряжение. Мы используем совершенно новые стандартные батарейки, потому что они дешевле. На наблюдение Game Boy уходит 4 часа, на игровое снаряжение и рысь уходит 6. Найдите несколько жертв, вы первые. Все в порядке. Мы включили их все ровно в 9.30 сегодня утром, и велели команде воспроизводить их до тех пор, пока батареи не сядет. Результаты мы получим позже в программе. После всей шумихи Sonic 2 выходит по всему миру в следующий вторник, или Sonic Tuesday. Это копия первого в истории чернового наброска Соника, предоставленного мне мистером Канари, его создателем, когда я недавно была в Японии. На этой неделе в Великобритании будет отправлено 3 четверти миллиона копий версии Game Gear, Master System и Mega Drive. Так что расскажите нам, из-за чего весь сыр бор. Вот Джеймс на версии Mega Drive. Эта игра великолепна. Это все, чего я ожидала от Соника. Так много платформенных игр, настолько предсказуемы, но это великолепно. Это определенно лучшая игра на Mega Drive. Но первая решка действительно достала меня. Вы пытались избавиться от него, но как только вы к нему привыкнете, он станет отличным. Он союзник, а не враг. Удивительно умно, как они это сделали, чтобы создать второго персонажа, который следует за вами повсюду. Это здорово. Анимация, которая вошла в это, просто фантастическая. Этот уровень великолепен. Просто посмотрите на задний план. Это прокручивается ночь казино. Я думаю, действие происходит в Лас-Вегасе. Это блестящая идея для игры. Она как будто попала в ловушку гигантского фруктового автомата. Я действительно добралась до последнего уровня с первого раза. Я бы все равно купила его. Это просто блестящая игра. Здесь так много разных вещей, которые можно увидеть и найти. Это блестяще. Это даже лучше, чем Соник Ван. Мне нравится, что эти двое снова играют, потому что вы можете играть со своими друзьями, а не они просто сидят и наблюдают за вами. Это не мой любимый вид игры, но она очень хорошо запрограммирована, и здесь есть несколько замечательных идей. Решка немного действует мне на нервы, но я все равно обязательно куплю эту игру. Итак, окончательные результаты для Соник Ван. Мальчики дали ему 5 баллов из 5, и девочки были одинаково впечатлены. От них тоже 5 баллов из 5. Он соответствует требованиям. Держитесь крепче, колючка. Привет, скользкий без шерсти. Я закончу свой набор Соник Вайнамберс позже. Мой первый чит Патриасу сегодня для фантазии пинболи на Амиго. Первый, загрузите таблицу, которую вы хотите, а затем, чтобы получить дополнительные шары, введите дополнительные шары. Дополнительные шары. Теперь вы получаете 5 шаров вместо 3. Тогда, чтобы сохранить шары в игре, даже если вы совершенно некомпетентны в обращении с ластами, не вводите шары в игру, потому что это было бы глупо. Вместо этого введите цифровые иллюзии. Очевидно или как? Прямо сейчас, спайки, стойте спокойно. Если я скажу вам виртуальную реальность, держу пари, что именно этот образ приходит вам на ум. А виртуальная реальность с полным погружением может быть очень увлекательной, и мы будем рассматривать последние игры по мере продолжения серии. Но есть еще один вид виртуальной реальности, который не требует громоздкой гарнитуры. Это настольная виртуальная система. Этот плоский экран – окно в виртуальный мир. Этот мир был создан для полиции. Это воссоздание дорожно-транспортного происшествия, и вы можете видеть, как зеленая машина врезается в красную машину. Но вы можете воспроизводить это так часто, как вам нравится. Посмотрите на это под разными углами. И вот он вот-вот разобьется. Мне нравится этот вид. Именно такой вид был бы у свидетеля, стоящего в телефонной будке через дорогу. Но кроме того, вы можете использовать это устройство в воде, известное как космический шар, чтобы перемещаться куда угодно и видеть аварию с любой точки зрения, которая вам нравится. Вы можете двигать им вверх и вниз, вперед и назад. И все это просто оказывая давление, толкая и вытягивая. И это дает вам столько контроля, сколько вам нравится. И вы можете поворачивать его и вообще видеть сцену в любом месте, где захотите. Хотя если вы нажмете на него слишком сильно, он, как правило, сойдет с ума. Этот подводный мир обучает людей управлять подводными лодками с дистанционным управлением вокруг нефтяных платформ. И есть много других приложений для настольной виртуальной реальности. Для некоторых задач она гораздо больше подходит, чем система погружения. Снимки получаются лучше, и, конечно же, вам не нужно надевать шлем. Энди встречался с группой детей в нотинге, у которых есть особая потребность в этой системе. Мы здесь, мадам. Обет пора. Говорят, что одна из самых неприятных вещей в том, чтобы быть инвалидом, это то, что люди должны что-то делать за вас. Вы не контролируете свой собственный мир. И это проблема, с которой Рут и всем моим товарищам здесь приходится сталкиваться каждый день. Это школа пастухов в нотинге. Многие дети, которые приходят сюда, имеют физические недостатки, и все они испытывают трудности учения. Для каждого ученика здесь этот мир – постоянный вызов. Так что представьте себе мир, в котором вы могли бы правильно исследовать вещи, несмотря на свои недостатки. Мир, в котором вы могли бы идти, куда вам заблагорассудится, так быстро, как вам заблагорассудится, с полной свободой. Добро пожаловать в этот мир. Это система виртуальной реальности, которая была специально разработана для детей здесь, в школе Шепард. Вау! Это дает шанс передвигаться так, как многие из этих детей никогда раньше не испытывали. Малейшее движение на космическом шаре позволяет вам путешествовать по виртуальному миру. Вы не можете завести нас за угол. Блестяще! Здесь, внизу, избегайте этих припаркованных машин. Бум-бум-бум! Для меня самое важное преимущество заключается в том, что детям с большинством инвалидности действительно можно помочь. Дети с нарушениями слуха могут узнавать о знаках. Дети с нарушениями зрения могут на самом деле увеличивать изображение и смотреть на вещи более четко. А дети с физическими недостатками могут иметь возможность фактически передвигаться. Этот пакет также помогает детям выучить язык жестов, который называется макатон. Это базовый язык знаков и символов, который учит людей с трудностями в обучении и общении. На данный момент в системе всего 8 символов макатона, включая мяч, телефон и автомобиль. Да, я знаю! И машина. Она очень гордится мной, когда я все делаю правильно, что случается не очень часто. Давайте завернем за этот угол. Вы можете сделать это рукой? Система была разработана ученым-исследователем Ноттингемского университета во главе с Дэвидом Брауном. Мы кое-что разработали, тестируем на детях, возвращаемся назад, перестраиваем. А какие вещи были самыми популярными у детей? Что, по-вашему, им нравится больше всего? Я думаю, поездки по всему миру издания, все такое. То, что вы видели сегодня. Вождение вертолета и сдавание звуков, похожих на ваши собственные. Левая сторона. В конце концов, Дэвид надеется, что дети смогут пользоваться системой без помощи взрослых. Некоторые из старших учеников уже достаточно хороши, чтобы обучать виртуальному обучению своих друзей. Вы можете это сделать. Хорошо. Как вы помогаете людям в этом? Скажите мне, что вы делаете. Извините. Некоторые люди не могут нормально говорить. Они у меня внутри. И если люди не понимают, они говорят это мне, а я говорю им, что сказать. Какая ваша любимая часть? Футбол. Футбол. Я видел, как вы заставляли футбольный мяч подпрыгивать на экране. Вам нравится это делать? Да. Скоро в этой системе появятся соответствующие звуковые эффекты, гораздо больше символов, и вы сможете взять с собой друга в виртуальный мир. Конечно, никто не говорит, что виртуальная реальность когда-нибудь заменит реальную игру или обычные уроки, но это отличный способ научиться делать то, чего вы обычно не делаете. Я учусь быть пилотом вертолета, хотя и довольно плохо. А теперь предварительный просмотр Ленинсту для Амиго и ПК прямо с верстака программиста. Когда игра будет завершена, в ней появится 12 новых племен, совместно обладающих 60 бесценными навыками выживания. Это цирковое племя, в главных ролях воздухоплаватели и лучники. В полярном племени вам нужно уметь кататься на лыжах и черпать, чтобы выжить. Леминги 2 должны были выйти на этой неделе, но так как вовремя было создано только 35 навыков, им пришлось вернуть их в программу. Теперь она выйдет в феврале. Самый большой магазин игрушек в мире только что стал еще и новейшей аркадой. Хэмлис на лондонской Риджин-стрит превратил свой подвал в электронную аркаду. Это развлечение как для детей, так и для родителей. Здесь даже есть очень цивилизованный кофейный бар. Я возьму два кусочка сахара, спасибо. А теперь еще раз для таких людей, как наш директор, которые считают себя богом. Действуйте как бритва. Большое вам спасибо. Да, очень хорошо, извините. Действуйте как бритва в ловушках. Выход должен состояться в феврале, и вы бог. Почти. Вам предстоит спасти шесть земель от порабощения злом, используя магию, мифологию и немного грубой силы. Вырубите плохих парней и начните программу заселения. Это все за один рабочий день для супер-существов. Долгожданное продолжение AOR Type будет доступно для Game Boy в январе, и оно еще более дьявольское, чем оригинал. Вы снова принимаете на себя мощь империи Байдо, но на этот раз на своем новом улучшенном космическом корабле R-9. По ходу игры Shopee M-Up я слышала, что это еще сложнее, чем получить комплимент от Намруда. Мы хотели сообщить вам несколько горячих новостей из США на этой неделе, но когда я позвонил Z, чтобы узнать, что происходит в Штатах, ответила его мама и сказала, «Прости, любовь моя, я думаю, он отправился за покупкой». Это универмаг Сирс в восточной части Сиэтла. Как и многие другие магазины здесь, они только что расширили свой отдел игр. Но дело не в их электротоварах и даже не в компьютерах. Нет, теперь это официально. Видеоигры или модные аксессуары. Здесь доминирует Nintendo. В каждом третьем американском доме есть по крайней мере одна часть оборудования Nintendo. Поэтому в большинстве игровых магазинов дисплей Sega, как правило, намного меньше, тише и странно похож на ежа. Однако Sega упорно сопротивляется. Они раздают бесплатные радиоприемники, чтобы побудить людей покупать игровые устройства. И также ходят слухи, что они планируют телевизионный мультфильм по мотивам Соника. Nintendo тем временем входит в кинобизнес с новым фильмом стоимостью 40 миллионов долларов «Братья Супер Марио». В главной роли Боб Хоскинс в роли самого бруклинского водопроводчика. Но сейчас я заставлю вас по-настоящему заболеть. Большая разница между Британией и Америкой – это цены. Здесь вы можете купить Genesis. Это то, что вы называете мегаприводом. За 99 долларов, что составляет около 50 фунтов стерлингов. Супер Несс тоже стоит 99 долларов. Примерно 3% от цены в Великобритании. Игры часто стоят вдвое дешевле и выходят гораздо раньше. С нетерпением ждем Супер Марио Лэнд 2 для Геймбой. Еще одна игра Марио для Супер Несс – Супер Марио Карт с новой трехмерной графикой. И, конечно же, есть развлекательный пакет Марио Пейнт. Для системы Sega Genesis прямо сейчас – больших горячих игр. У нас есть пара новых релизов. Kid Camillion – это новая горячая игра. Ferrari – это тоже новая игра. Конечно же, Ёжик Соня по-прежнему остается их продавцом номер один. Наконец-то одно предупреждение. Если вам посчастливилось приехать в Америку на каникулы, и вы хотите запастись дешевыми играми, будьте осторожны. Большинство игр Sega на Nintendo Game Boy Games. О, кстати, не покупайте это. Это была попытка Nintendo привлечь больше девочек к покупке игр. Барби – блестяще. Нет. Запомните этот момент. Я только что закончил свою машину времени. Когда я щелкну этим выключателем, само время побежит вспять, что напоминает мне об этом. Вот более дешевая тройка назад в будущее на Mega Drive. Просто поставьте игру на паузу, затем удерживайте нажатой клавишу I и нажимайте вверх, вниз, влево, вправо, чтобы пропустить уровень. А теперь, чтобы проверить мою машину времени. Машинное время моего теста – два сейчас. Уровни пропустите два. Влево, вправо, вниз, вверх. Нажмите затем и удерживайте нажатой клавишу вниз, затем поставьте игру на паузу. Mega Drive на три вперед, на два назад. Чит прилипает. Грубость с катертью дорога. Теперь результаты наших тестов аккумуляторов. Помните, что мы играем на автоматах непрерывно с 9.30 сегодня утром. Первая закончилась меньше, чем через час. Дошло ли это до критического момента? Это было на третьем этапе. О нет, боюсь, у меня больше нет батареек. Я знаю. Рядом с укусом в пыли была рысь. Чуть меньше двух часов. Вы были на решающем этапе игры? Да, на самом деле так оно и было. Крутой этот шоу-бизнес, чувак. Пока все именно так, как мы и ожидали. У Game Gear и у Lynx цветные экраны. А это значит, что они потребляют много энергии. Следующая машина была запущена всего за несколько минут до того, как мы начали запись программы сегодня днем. О чем это вы? Восемь часов. Восемь часов? Это хороший забег, чтобы получить хороший результат. Я это сделала, да. Я в это не верю. Убедитель Game Boy. Это заняло около 20 часов. А это значит, что эксплуатационные расходы для всех этих машин на стандартных батарейках следующее. Для Game Boy около 8 пенсов в час. Для надзора около 20 пенсов в час. Это черно-белые. За цветные ссылки 2 фунта в час. И вдвое больше за игровое снаряжение поразительные 4 фунта в час. Что означает, что если вы играете в игровое снаряжение 2 или 3 часа в день в течение года, деньги, которые вы потратили на батарейки, могли бы купить гамбургеры или маленькая машина. Спасибо вам, Violet. Или первоклассная пятерка. Спасибо вам, Violet. Или 20 мега драйв. Спасибо вам, Violet. Я думаю, у нас есть идея. Иными словами, это означает, что если вы отрабатываете игру до конца, это занимает у вас около 40 часов. Это обойдется вам где-то в районе 150 фунтов стерлингов. Это заставляет вас задуматься, не так ли? Мы используем только стандартные батарейки для наших тестов. Ответ на более длительный игровой процесс — это, конечно же, батареи с длительным сроком службы. Они стоят почти вдвое дороже, но служат в 4 раза дольше, так что это хорошее соотношение цены и качества. И эта машина будет работать со скоростью около 3 фунтов в час. А как насчет аккумуляторных батарей? Особенность аккумуляторных батарей в том, что да, они имеют хорошее соотношение цены и качества, и да, они безвредны для окружающей среды. Но для карманных компьютеров, особенно с цветными экранами, они не так хороши, потому что они так быстро теряют заряд. Они не заряжаются очень долго и будут гаснуть до того, как вы пройдете первый или второй уровень. Однако совет. Если вы хотите долго играть, играйте на своем портативном устройстве с выключенным звуком, потому что заряда батареи хватает намного дольше. И если все остальное не поможет, конечно, адаптация к сети — это то, что вам нужно, не так ли? Но это сводит на нет цель портативного устройства, не так ли? А теперь еще несколько обзоров игр. Наша вторая игра на этой неделе — X-Layer, футуристическая шута EM-опасность. Идет битва за галактику против смертоносных инопланетян. Вы единственный, кто может спасти положение, если сможете пройти первый уровень. Подойдите к Саре для обзора. Это тяжелая игра, но это, безусловно, вызов. Вы должны быть настоящим экспертом по стрельбе, чтобы быстро чего-то добиться. Но это же очень весело. Боюсь, я все еще на первом уровне. Этот фрагмент заставляет меня чувствовать себя по-настоящему комфортно, потому что графика прокручивается так быстро. Я чувствовала себя спокойно до тех пор, пока впервые не добралась до этого фрагмента. С тех пор я бывала здесь много раз. Так трудно пройти первый уровень, если только вы не играете в него с трудом. Это очень хорошо выглядящая игра и отличная музыка. Здесь отличный выбор оружия, и выбор становится лучше с каждым уровнем. Я бы, конечно, подумала о покупке этой игры, несмотря на то, что она такая сложная. Я хочу победить в ней только сейчас. Вы полны решимости когда-нибудь закончить ее. В эту игру довольно трудно попасть, но как только вы в нее попадете, она действительно хороша. Графика здесь великолепная, а враги постоянно меняются. Мне особенно нравится второй уровень, но это просто немного сложно вначале. Это просто съемка вещей. Я люблю собирать вещи, поэтому мне нравятся бонусы. Я бы не хотела играть в эту игру слишком долго, потому что она вам надоест, но мне нравится график. А что касается отцена Кэкси, то мальчики поставили ему 4 балла из 5, а вот девочки получили всего лишь средний балл 3 из 5. Проклятие зачарованных выходит на этой неделе для Амиго и ПК. Герой Брэд закован в кандалы в подземелье и должен бежать по лабиринту комнат и пещер. Вот Джейлз. Это отличная игра. Я могу застрять в ней на несколько дней. Я звоню охраннику, чтобы он дал мне ключ, когда споткнется о ступеньке. Я воспользуюсь этим ключом, чтобы освободиться от кандалов, которым меня обучили. Здесь я должна перепрыгнуть пулей ледяной королевы, иначе я превращусь в глыбу льда, которая отправит меня обратно в левую часть экрана. Там есть все эти значки, которые вы можете поднять, посмотреть, атаковать предметы или прыгать на них. Я обязательно куплю эту игру. Она так же хороша, как остров обезьян. Возможно, она понравится не всем, но я думаю, что это отличное соотношение цены и качества. Это действительно разочаровывающая игра. На первом месте она выглядит хорошо, но вы должны быть настоящим сторонним мыслителем, чтобы чего-то добиться. Я поставила этой игре 3 балла из 5, это потому, что это не мой тип игры. Но если вам нравятся подобные игры, то вам понравится и эта. А что касается оценок за проклятие Энчантии, то мальчики дали ей 3 балла из 5, средний балл, и девочки тоже дали ей 3 балла из 5. Более подробная информация о обзорах игр содержится в разделе «Взрыв данных». Чтобы получить к ним доступ, вы знаете, что делать. Установите видео на запись прямо сейчас. На прошлой неделе мы попросили назвать персонажа колбоя, ставшего знаменитым благодаря Роберту Ретфорду. Ответом был Санденс Кит, а первым правильным победителем в шляпе стала Джема Грей из Ньюкасла, Стаффорд Шир. Мы вышлем вам это игровое оборудование с Тэйвотюнером. Потрясающе. Приз конкурса на этой неделе мы разыгрываем Мега Драйв Соник Ван и Соник Ту-ту, а также футболку Бэт Инфуанс. Чтобы выиграть их, скажите нам на открытке или заклеенном конверте имя Ёжика из рассказов Беатрик Споттер. И это был не Соник и не Колючий. Ответы должны быть помечены как конкурс и должны поступить к нам не позднее следующего понедельника, а адрес появится в конце даты взрыва. Не забудьте, кстати, журнал «Дурное влияние», там полно информации и закулисных сплетен, особенно посмотрите о Вайлент Берлин, так что я рекомендую вам его приобрести. Я это вижу. Желаю вам отличной недели. Мы увидимся с вами на следующей неделе из-за плохого влияния и в субботу утром 25-го из-за того, как дела дома. Берегите себя. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok